Испанцев, дай Бог, мы обыграем, но пока еще не обыгрывали. Да, и нам будет очень сложно. Поэтому Словакия сделала себе хороший задел, причем сыграв, скажем так, с конкурентами. И, ну да, с испанцами не играли дома, но с нами играли на выезде и будут принимать, я думаю, что будет тоже не из легких играть. Теперь просто у нас, как обычно, мы сегодня вводим такой цикл, что у нас нет шансов, и мы героически будем преодолевать. Ну, мы комсомольцы, да, мы сами создаем себе трудности, потом пытаемся их преодолеть. А сборная Словакии не стала ее так слишком высоко оценивать, просто в любом отборочном цикле есть команда, которая ловит волну. Вот Словакия ее поймали, даже в матче с Испанией. Пусть Испания сыграла плохо, моментов она все равно имела больше, те два из двух своих забили, все спокойно. И это дает, как минимум, дает очень хороший позитивный импульс. Это тоже много значит. Когда команда не супер, есть один гамшик и куча средненьких, весьма средненьких футболистов, но они чувствуют, вот, мы здесь. Они ехали в Киеве, они не мечтали, я думаю, о победе. Они думали, победа – это если будет очень классно. Оно получилось, я думаю, что они и не мечтали с Испанией, но это дает уверенность. Это так же самое, как на такой же волне мы прошли в свое время на чемпионат мира. Да, на такой волне и везения, и вдохновения. У нас была… Тогда Дания была, тогда была Турция у нас в группе, были мы. То есть было четыре команды, которые… Греция, да. Да, четыре команды, которые друг друга могли отнять очки. В принципе, мы в Армении, сыграв ничью, прошли дальше, потому что датчане забрали очки у конкурентов. Поэтому тут, ну, как бы очень… Ну, посмотрим. В данной группе тоже, как бы… Еще Македония. Да, которая… Ну, теперь уже появился Электенштейн. Раньше мы это не воспринимали, но теперь у нас есть Электенштейн. Ничего, Белоруссия тоже отберет после того, как выгонят тренера по приказу Бацки. Остальные задумаются, что надо делать теперь. Все равно лицо сборной – это мы возвращаемся в наши клубы. Да, если мы проведем параллель, слава Богу, что вот эти удаления, которые были там, и конфликты, которые были в матче «Шахтер-Динамо», они не повлияли на взаимоотношения. Да, я уже сказал, что игроков перевезли на фланг. Ну, у нас всегда кто-то виноват. Но мы должны понимать, что с нашей точки зрения, что мы никому ничего не должны никого обыгрывать. И что мы сегодня… Кроме Электенштейна. Ну, а если с этим согласнится Электенштейн, он может тоже с этим не согласится. «Витископ» – спортивное видео.